Доброе утро! Буквально несколько минут назад в нашем утреннем эфире был сюжет о том, что может насторожить родителей в поведении ребенка и на что они должны обратить внимание. Если посмотреть на эту проблему с другой стороны, дети, куда они могут обращаться, если, например, есть домашнее насилие, если они оказались в сложной жизненной ситуации, что это за места, что за телефоны? К сожалению, действительно, те ситуации, в которые попадают дети, они в них очень долго находятся и переживают их, поскольку не знают, к кому обратиться или не доверяют взрослым людям, в том числе, к сожалению, самым близким людям родителям, потому что обидчиками выступают, к сожалению, сами родители. Поэтому в Крае у нас создана целая система помощи детям, куда они могут обратиться круглосуточно и анонимно, хотя бы для того, чтобы получить консультацию психолога, специалиста, который может посоветовать, как в той или иной трудной ситуации ребенку поступить, как найти общий язык с любимой девушкой или юношем, если что-то не заладилось, как начать разговор с родителями, если что-то волнует, и просто поговорить на волнующие темы, если ребенок оказался в такой ситуации. Круглосуточно, анонимно и бесплатно в Крае работает детский телефон доверия 8 800 2 300 122. Работает специальная горячая линия «Ребенок в опасности». Туда можно позвонить и сообщить о любых преступлениях, которые совершаются или совершены были против ребенка, или есть добросовестное подозрение взрослого, любого, что в отношении ребенка совершается либо преступление, либо жестокое обращение. Можно звонить в наш аппарат 235 15 19 и также оставлять ту или иную информацию, либо получить консультации как саму лично ребенку, так и взрослому. А много ли звонков поступает? И вот в целом, судя по этим звонкам, часто ли нарушаются права ребенка? На самом деле, если брать статистику детского краевого телефона доверия, у нас порядка 20 тысяч ежегодно поступает туда звонков. Поскольку телефон работает на принцип анонимности, естественно, очная помощь оказывается исключительно в тех случаях, когда ребенок сам сообщает о том, что ему необходима вот эта помощь, защита и так далее. Ну, порядка 10 случаев из 20 тысяч, когда оказывалась очная помощь ребенку. Но общая статистика, к сожалению, неутешительна. Из 20 тысяч звонков ежегодно порядка полутора тысяч, это 7-8 процентов примерно ежегодно, специалистами относятся к так называемым кризисным звонкам. То есть это когда ребенок сообщает о жестоком обращении, насилии в отношении него, либо у него есть предсуицидальные мысли и так далее. И вот здесь это очень длительная работа консультанта-психолога, который пытается вывести ребенка из того состояния, в котором он есть. И в случае, если действительно угроза жизни ребенку присутствует, вот специалисты таким образом работают с ребенками, разговаривают, чтобы все-таки выяснить, где он находится, чтобы спасти прежде всего его жизнь. Вся работа нацелена на помощь? Конечно. Вся социальная работа, идеология современной социальной работы с семьей и детьми – это исключительно помощь и поддержка как ребенка, так и семьи. И ни в коем случае не надо бояться, что если я сообщу кому-то о том, что со мной происходит, что-то произойдет с нашей семьей и так далее. На самом деле любая помощь, особенно по детскому телефону доверия, она является анонимной. И вернемся к тому, с чего мы начали наш разговор 20 ноября. Всемирный день ребенка наверняка у нас в крае и в канун праздника, и в воскресенье будут какие-то мероприятия интересные проходить. Какая программа будет? У нас в соответствии с указом президента Российской Федерации Всемирный день ребенка объявлен еще и 4 года назад Всероссийским днем правовой помощи детям. На самом деле мы не останавливаемся только на конкретном дне 20 ноября. По сути дела вот с понедельника мероприятия по правовому просвещению детей, их родителей, специалистов, работающих с детьми, уже начались. Но основное мероприятие в этом году пройдет, конечно, 18 ноября. В этот день все государственные органы в течение дня будут вести прием граждан по вопросам защиты прав ребенка, будут проводить консультации телефонные и так далее. Кроме того, мы традиционно совместно с волонтерами из государственного классического университета проведем большую акцию и на улице города Перми будем раздавать конвенцию ООН о правах ребенка. К сожалению, вот это, казалось бы, должна быть в доступности книжка, но пройдя даже по книжным магазинам Перми, я не нашел ее в продаже. И поэтому мы не первый год уже раздаем жителям города и распространяем в школах в этот день конвенцию о правах ребенка, для того, чтобы и сами дети ее прочитали, еще и обсудили с родителями, прочитали и понимали, что их права, в том числе, они не абсолютны. Их права и такие же права ребенка есть и у другого ребенка, и нужно уважительно к ним относиться. Огромное спасибо за такую интересную информацию. Я напомню, этим утром у нас в гостях был Павел Миков, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае. Оставайтесь с нами, впереди масса всего интересного.